Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы наконец-то посмотрим на первую из августовских новинок LEGO Technic набор 42-161 Lamborghini Huracan Lamborghini должно быть круто, конечно, но, честно говоря, я не в восторге от этого набора Ну и еще должен сказать, что в видео будет небольшой кусочек с не очень хорошим звуком Я заметил это только на этапе монтажа, расслабился после стрима, микрофон нормально отработал Но вот время съемок этого набора, к сожалению, дал сбой небольшой Ну, в целом там все нормально, все понятно, не критично, но, тем не менее, так сказать, предупреждаю Можно не писать в комментариях, что у тебя там проблемы со звуком видео Коробка стандартного размера для моделей этого масштаба На обороте есть небольшое изображение оригинала с основными характеристиками пара функций И я начал уже открывать ее Пакеты с деталями Инструкция, не защищенная ничем И небольшой лист с наклейками, надеюсь, он в этом наборе единственный Инструкция не содержит никаких сюрпризов Сборка разделена на три этапа И сразу же и начинается А в конце инструкции у нас есть один разворот На котором показаны функции модели И сравнение с оригиналом, бок о бок, можно искать 10 отличий, ну или 10 сходств Кому как больше нравится Дальше идут детали Детали аж на двух страницах, заняли целые две страницы В конце, естественно, вставлю фотографии На этом переходим к деталям первого шага На первом этапе довольно много деталей Но в основном они обычные Уже появляется лайм Вот эти панели укороченные длиной 3 В цвете лайм появились впервые И в этом наборе их, по-моему, 8 пар То есть сразу довольно много Два черных расширителя коробки передач Но они здесь будут декоративную роль играть Коробки передач в наборе, конечно же, не будет Четыре шестеренки конические Это почти все шестеренки из этого набора Если я не ошибаюсь, всего будет пять шестеренок в наборе Принтованный тайлик один на один С логотипом Lamborghini Вот еще один Либо запасной, либо... Да, наверное, это запасной Ну и в основном все остальное Это пины, коннекторы, балки На первом этапе, видимо, будем собирать шасси Первый этап сборки Пополнил мою коллекцию опечаток На сегодняшний этап второй страницы В инструкции есть два шага На которых не добавляется никаких деталей Сборка закончилась Зачем-то еще два раза показан этот шаг И вот без всяких изменений Эта сборка присоединяется к шасси А вот так выглядит модель после первого этапа сборки Если мы покрутим эту ось Ничего не произойдет Потому что, да, этой модели будет привод Только на одно колесо Заднее правое Здесь у нас макет Десятицилиндрового двигателя И также будет у нас рулевое управление Все стандартно Ручка будет на крыше Там угловая передача И колесики будут немного поворачивать Ну и особо тут нечего показывать Задняя часть начинает понемногу вырисовываться Но все кузовные работы впереди А сборка механизмов По всей видимости завершена Похоже, что на втором этапе сборки деталей поменьше Большое количество укороченных вот этих панелей в черном цвете Но они уже в большом количестве наборов встречались В лайме одна пара панелек небольших длиной 5 Плюс осевые коннекторы Одна балка Эти коннекторы уже были Эти тоже были Шайбочки уже были Вот такие панели в большом количестве На этом шаге встречаются Плюс несколько систем деталей Палочки и флажки После второго шага На самом деле особо нечего показывать В одном месте где-то немного добавилось В другом месте Ну вот добавилась ручка рулевого управления Можно уже видеть Что угол поворота колес будет минимальный Как в Bugatti 42-151 Плюс добавилась передняя часть Флажки, систем, панели Все это как-то переплетается Ну посмотрим, как все это будет смотреться На готовой модели Ну и переходим, возможно, к самому интересному К деталям третьего этапа сборки Перед нами большое количество деталей в цвете Lime И многие из них появились в этом цвете В этом наборе впервые Ну начнем с чего-нибудь простенького Вот эти детальки Ну в принципе в этом году Да, только появились В Bugatti были в желтом и в черном цвете Здесь вот две штучки В Lime Эти панели мы уже видели Но тут на этом этапе их Целая горсть добавилась Вот эти детали уже были В Lime pullback Если я не ошибаюсь Вот про эти, честно говоря, забыл Длинные панели Возможно уже были Ну а вот такие штуки точно появились В Lime впервые Точно так же, как и вот эти панели В Ferrari, наверное, 42-43 они появились И вот эти панели тоже в Lime встречаются впервые Это укороченная версия Арки вот эти были в pullback А вот эти, я так понимаю, это как Черные с принтами были в Bugatti Но только здесь они лаймовые Без принтов, соответственно По две штуки Это разные арки Такое ощущение, что как будто бы Немного разного цвета Надеюсь, я ошибаюсь Но выглядит как будто бы Чуть-чуть оттенок отличается А у чего действительно отличается оттенок Это вот у этих двух видов коннекторов Ну это уже традиционно С этими видами деталей У них какие-то проблемы Причем большие проблемы Но это два разных цвета Тут даже не буду вставлять фотографии Это очевидно А в основном, кстати, остальные детали Плюс-минус Цвет Ну, ровно выдержан В принципе, не бросается прям в глаза Как вот эти два вида Но это два Это просто кошмар Ну еще здесь всякие Такие коннекторы Такие Зубчики Зубчики Уголочки Такие панельки уже видели И две вот такие длинные Гибкие оси Не буду говорить сейчас Впервые они в лайме или нет Наверное, длина 16 Я так думаю Эта балка 11 Ну Давайте точно померим Да, 16, конечно же, у них длина Две штуки И, конечно же, колесики Так же, как и в других, да, этих модельках Такого размера Такого масштаба Два широких колеса сзади Два узких колеса спереди Диаметры 43,2 мм 22 мм широкие И 14 мм узкие Сборка модели завершена И давайте немного поговорим про внешний вид Потому что функции мы, в принципе, все уже знаем С некоторых ракурсов она довольно неплохо смотрится Но, конечно, много вопросов к этой модели Первое, что, наверное, бросается в глаза Вот этот массивный спойлер Который очень сильно выпирает на всех ракурсах Когда мы смотрим на модель спереди Он толстенный В оригинале Это тоненькая-тоненькая доска Понятно, что из таких панелей ее не сделать Но я считаю, что это решение неудачное Что понравилось? Понравилось, например, как сделаны двери Как здесь сходятся вот эти вот две панельки Немного люфтят Но в целом прикольно сделано Щель небольшая Это интересно было собирать Двери, да Двери открываются Никаких ограничителей Никаких доводчиков Вот коннектор, если сильно открыть Начинает вылезать Ну и вся эта дверь люфтит Вот с этой всей панелью То есть так сделано Не очень прочно На одном пене Ну и в целом ее довольно легко Если придержать арку Отсоединить отсюда Вот так вот дверь присоединялась В процессе сборки Ну плюс вот это вытаскивается В общем, сделано Не сказать, что супер как-то надежно Зеркала немного болтаются Но если особо не задевать То можно выставить в каком-то Приемлемом положении Что дальше? Еще один момент понравился Интересный в сборке Это вот тут Я не знаю, можно ли это назвать капотом Двигатель-то сзади Короче говоря, вот здесь интересно Стоит палочка Она ограничивает Перемещение вот этой подсборки И получается, что вот эти вот панели Как бы, да, немножко заходят под вот эти Выглядит интересно Правда, открывается это все вместе А вот здесь вот должны были быть фары В виде наклеек на черных панелях А фары-то, естественно, не должны открываться У реального автомобиля Подниматься вот таким образом Так что получилось не совсем так, как надо Ну и вот эта часть мне вообще вся Честно говоря, не нравится У оригинала тут нет никаких вот тут решеток У оригинала все Очень тут гладко и красиво И еще один большой вопрос Это вот эта часть задняя Ну, выглядит откровенно ужасно Не похоже на оригинал Очень странно Тут какая-то щель Вот эта панель очень массивно выглядит Явно ее здесь не должно быть Должно быть что-то другое Как и у других моделей, конечно же, большие щели Около колес бросаются у глаза В особенности около переднего Не очень красиво выглядит Ну и вот эти вот коннекторы, которые не попали в цвет Получается, что все остальные детали плюс-минус одного цвета Но поскольку они эти коннекторы Как будто специально раскидали по всей длине модели Вот они идут Вот-вот-вот-вот-вот-вот То, конечно, они заметны Ну, в принципе, если бы их на что-то заменить То будет покрасивее А так, да, видно, что они отличаются И получается, что вроде бы Сколько там, один-два вида коннектора Всего было плохих Но вот они распределили их по всей модели Задняя часть выглядит вот таким образом Все, тут вот такая большая гладкая доска закругленная Здесь какие-то такие панельки Возможно, выхлоп Наверное, должна была быть наклейка Но задняя часть такая Немного фрагментальная Но в целом выглядит нормально Ну, вот больше всего, наверное, вот это Бросается в глаза и толстый спойлер Очень инородно выглядит Ну, и по функциям Рулевое управление Очень плохо работает Очень маленький угол поворота колес Можно сравнить Вот с этой замечательной моделькой Сейчас я их поставлю рядом И посмотрим Одну повернем Вторую Не знаю, как там будет на видео смотреться Но, в общем, все очевидно Да, по-моему Намного меньше радиус поворота У этой модели А у этой колеса почти не поворачивается Ну, и как-то с ощутимым трудом Можно сказать, они поворачиваются В общем, рулевая система сделана намного хуже Чем в этой модели Двигатель Здесь вот виден V10 Ну, шевелятся там Шевелятся вот эти желтые поршни Как бы Внизу Это имитация Коленвала Ну, и простейшие, да, механизмы Если их можно вообще так называть Одна угловая передача здесь Одна угловая передача здесь Эту ручку можно убрать Поставить модель на полку без нее Понятное дело, что без нее смотрится лучше Открывающиеся двери мы уже видели Там руль, который не вращается с колесами Сидение в виде панелей Все стандартно Сзади ничего не открывается И вот эта штука открывается Но не совсем так, как нужно Ну, и на этом, я думаю, можно переходить к выводам Ну, что, друзья Давайте попытаюсь подытожить свои впечатления С чего начать-то даже не знаю Но давайте начнем с функций Функции в этом наборе точно такие же, как в Bugatti 42-151 Или в Bugatti 42-162, если я не ошибаюсь Потому что наборы эти одинаковые Ну, и здесь тоже рулевое управление В котором колеса почти не поворачивают Макет двигателя Спереди что-то открывается, как и там Сзади ничего не открывается Опять же, как и в том наборе Один в один И я сейчас не совру Возможно, даже одинаковое количество шестеренок И, в общем, да Две угловые передачи И ручка рулевого управления на крыше Которую можно снять И на этом, да Все функции и механизмы В этом наборе заканчиваются Ну, сама модель выглядит Выглядит средне То есть тут можно найти кучу огрехов Но, может быть, ребенку она понравится Она яркая Наверняка играть ей можно По-разному Кого-нибудь сажать внутрь Двери можно отломать Вместе с аркой При желании При небольшом Ну, в общем, понятно, что как игрушка она может подойти Но меня, конечно, вызывают вопросы Тот факт, что в этом году Это четвертая машина В этом масштабе Вышла Bugatti 42-151 Потом вышел вот этот вот Chevrolet, да Nascar Потом вышла вторая Bugatti Такая же, только в другом цвете Теперь вышла вот эта тачка Они все одинаковые У них у всех вот колеса там спереди узкие Сзади широкие У них у всех, по сути, одинаковые функции Ну, тут двери не открываются Но зато по механизмам И по количеству шестеренок Эта модель намного лучше На мой взгляд, чем вот эта Здесь и дифференциал есть Здесь есть какие-то дополнительные шестеренки То есть, ну, да По механизмам однозначно Этот набор покруче будет Ну, по внешке, понятно Наверное, вот эта более детализированная В ней 805 или 806 деталей Что гораздо больше, чем тут И на 100 деталей меньше, чем в Bugatti 42-151, соответственно Либо в ее собрате И получается, что Получается, что у нас какое-то засилие машинок Могли бы выйти, например, вот Бугатти и вот эта тачка И еще пару средних наборов Каких-то интересных Но вместо этого мы имеем Четыре вот модели Масштаба перевозчика автомобилей Такое ощущение, что дизайнерам сказали Надо срочно заполнить транспортировщик Этот 42-098 Но он уже переполнится и так Тут они, мне кажется, явно перестарались То есть, какой я вижу здесь Для себя, да, плюс в этом наборе Это куча лаймовых деталей Потому что мне нравится этот яркий цвет Он прикольный Вот для меня это единственный, мне кажется Плюс в этом наборе Потому что здесь действительно много деталей Впервые вышло в лайме Ну и в целом, да, здесь очень много лайма В дополнение к Ford, как он там назывался Pullback GT500 В дополнение к большой Lamborghini, к Ciano То есть, получается очень внушительный Уже ассортимент деталей в цвете Lime Это круто Но вот по функциям Это отсутствует прогресс По механизмам Внешний вид очень спорный Я уже говорил, что в этом масштабе Очень трудно сделать копийную модель Ну и мне кажется, это только подтверждает Это мое мнение Потому что, ну, много очень спорных моментов Повторять сейчас все не буду И тут есть проблемы И тут есть проблемы В общем, при желании Эту модель можно разнести в пух и прах С точки зрения копийности Ну, как бы, как какая-то игрушка Она нормальна Но она, если бы была без наклейки Lamborghini Тоже была бы нормальной Но, видимо, наклейка Lamborghini Положительно сказывается на продажах Скорее всего Ну и что Списки с деталями Как всегда Вставляю видео Они на ваших экранах Может быть кто-то для себя Что-то интересное найдет Но повторюсь Поскольку механизм практически отсутствует На мой взгляд Кроме Lime Тут особо нет ничего интересного Ну и на этом, друзья Я буду заканчивать Огромное спасибо Всем за поддержку Огромное спасибо Всем, кто поддерживает канал Материально Под видео будет ссылка На Бусти Надеюсь, в ближайшее время Увидим что-нибудь еще Из новинок И очень надеюсь Что к следующему воскресенью Сделаю обзор Лундровера Но не гарантирую Если не успею То его перенесу на неделю А сделаю через неделю Что-то поменьше Спасибо за внимание, друзья И до скорого Пока Субтитры сделал DimaTorzok